Сегодня в программе. Даня не является биологическим сыном моего Димы. Это плод измены моей снохи. Пенсионерка похоронила своего единственного сына. Узнаем, почему в его смерти она обвиняет родного внука и за что ненавидит бывшую сноху. А ребенок, значит, без папы должен расти, без бабушки должен расти. Так, у нас есть баба, то есть помоисты, не родители. Ну а почему твоя бабушка имеет маму, а я не бабушка? Я такая же бабушка. Откуда мать-мужчина узнала про его внебрачного сына? Почему пенсионерке запрещают встречаться с внуком? Может ли бывшая школьная учительница нанести вред младенцу? Оказывается, ее покойный отец полковник в полиции. И то, что никто с этим делом разбираться не будет, то, что его замнут. Из-за неправильно припаркованной у подъезда машины медики не успели спасти пенсионер. И внук отомстил владелица автомобиля за смерть дедушки. Истец требует выселить из квартиры и снять с регистрационного учета внука и бывшую сноху. Мать ребенка исковые требования не признает. Просит не выгонять ее с больным сыном на улицу. Слушается дело по иску Исаевой Татьяны Ивановны о выселении из квартиры и снятии с регистрационного учета бывших членов семьи. Ответчик у нас Исаева Ольга Петровна. И она представляет интересы, кроме своих, еще своего несовершеннолетнего ребенка, Исаева Даниила Дмитриевича. Так? Слушаю вас, истец. Ваша честь, я подаю иск о выселении из квартиры и снятии с регистрационного учета бывших членов моей семьи. Я прошу выписать из квартиры собственницей которой я являюсь мою бывшую сноху и ее восьмилетнего сына Даниила. Ольга, жена моего единственного сына, который умер два месяца назад. В жизни Дима был здоровым и крепким мужчиной, пока не отдал свою почку Даниилу. Потом Даниил пошел на поправку, а Дима в ослабленном состоянии подхватил ковид, и его организм не выдержал вирусной нагрузки. У него резко поднялась температура, его по скорую увезли в больницу. Я молила Бога и понимала, что сейчас существует много протоколов новых лечения, что есть множество лекарств, которые спасут моего ребенка. Но он пролежал в реанимации 10 дней, и потом отказала его единственная почка. Врачи сказали, что это трагическая случайность, что мой сын уже в ослабленном состоянии подхватил ковид. И если бы не операция по удалению почки, он бы пережил этот вирус. Я больше ни о чем не могла думать. Эти слова у меня как гвозди в мозг вбивались. И когда хоронили Диму, я не понимала, что происходит вокруг. Я не видела, ничего не слышала. Я только помнила слова врачей и моего Диму, которого я отговаривала становиться донором для Даниила. А Димка только улыбался и говорил, мам, ну, я крепкий мужчина, я справлюсь, что мне будет? Я просто не могу поступить иначе. Я не могу больше смотреть, как мучится мой сын. А Даня не является биологическим сыном моего Димы. Да, по документам, Дима, отец Даниила. Но Оля родила его от другого мужчины. Это плод измены моей снохи. Это была очень некрасивая история. Когда я заподозрила и поняла, что внук не мой, я самостоятельно пошла в лабораторию и издала тест ДНК, который и подтвердил факт измены моей снохи. Димка меня даже слушать не стал. Он порвал все бланки с документами, сказал, мама, она моя жена, я ее люблю и ей все прощаю. Я, естественно, даже спорить с ним не стала, потому что, ну, раз сын так решил, так тому и быть, ему же жить. И вот теперь Димы нет. Орен сын остался жив. Ее сын жив, а моего сына нет. Это же чудовищная несправедливость. Ну, послушайте, а вы хотели бы справедливость такую, чтобы ребенок умер, а ваш сын остался жив? Это по вашему... А это по вашему справедливость? Ну... Ну, это же мой сын, вы понимаете? Нет, я понимаю вас прекрасно, но и вы поймите вашу невестку. Ну, как? Каждый борется за своего ребенка. Это же не... Он же добровольно пошел на пересадку почки. Добровольно, да. А ну, он же ни в чем не виноват. Ну, я понимаю, что он ни в чем не виноват, а ребенок в чем виноват? Куда их? Им есть куда идти-то? Вот вы их выписать хотите? Снять все, выселить? Что значит не знаете? Она ваша невестка. Вы что, не знаете, у нее есть другое жилье или нет? Нет, у нее нет другого жилья. То есть вы на улицу хотите их выкинуть? Ну, вы подумайте как-то. Ну, все-таки... Ну, не знаю. Хорошо, давайте вас послушаем. Ваша честь, я прекрасно понимаю чувство своей свекрови. Она потеряла единственного сына. Но вы же мужа потеряли. Я потеряла любимого мужа и отца своего ребенка. Да, действительно, вот эта чудовищная, ужасная история, она имеет место быть. В свое время я увлекалась различными курсами по личностному росту, искала себя, свое дело и так далее. И однажды я попала на курс, где раскрывали женскую сущность. Вы знаете, я до сих пор, я до сих пор не понимаю, как я вообще тогда могла совершенно безропотно согласиться, решиться на этот секс преподавателем того курса. Я все очень хорошо помню, все как это... и что-то было. Но в тот момент, как будто бы это был какой-то гипноз. У меня не было никакой воли, я даже сказать ничего не могла. Я об этом рассказала своему мужу. Я Диме все рассказала. Но вы понимаете, самое ужасное, что мы с Димой вот много лет пытались завести своего ребенка. Мы мечтали о детях. У нас не получалось, я не могла забеременеть. И тут просто вот эта совершенно случайная, нелепая связь и сразу беременность. Но Дима, Дима, он тогда все понял. Он простил меня, он принял ребенка как своего и все, больше никогда эту тему даже не поднимал. И записал на себя? Он записал на себя. У меня есть и документы, свидетельства о рождении. Он списан как отец. Вот это его свидетельство о рождении. Угу. И мы вообще, мы потом про это постарались про все забыть. Мы жили хорошо. Даня, сынок наш, он рос обычной мальчишкой. Он очень редко болел, а даже если и болел, то это всегда было без каких-то осложнений. Но вот этой зимой 2022 года у него вдруг поднялась очень высокая температура. Мы вызвали участкового врача, на что нам врач сказал, что это обычный вирус. Он даже в анализы не посмотрел. А ведь уже потом, как оказалось, что в этих анализах было указано, что показания зашкаливали. И уже когда прошло две недели, были потеряны две очень важные недели, ему когда стало еще хуже, мы с Димой его просто на руках привезли в поликлинику, и там оказалось, что у него уже отказало две почки. Нас сразу госпитализировали, очень долго искали врачей. Было потеряно опять много времени. Искали врача, который сможет ему поставить катетер. В общем, пока были в этой больнице, потом нас отправили домой доживать, как выразились. Сказали, да, что никаких шансов нет, но мы все равно, мы нашли вариант, и их было два. Либо дождаться трупный орган, это когда здоровый орган у мертвого человека отдают и пересаживают. Ну да, это я в курсе. Либо среди своих искать. Мы сразу же начали, почему-то мы даже на первый вариант не стали надеяться, ждать чего-то, мы начали сами обследоваться. И да, Дима, он сто процентов подошел как донор. И операцию Дима даже не раздумывал, то есть мы сразу же все начали готовиться к операции, и мы ее провели даже на три месяца раньше запланированным, потому что Данечке становилось все хуже и хуже, и хуже. В общем, была операция 8 часов, он был под наркозом. Мы пережили все, что можно было вообще пережить. Была очень сильная интоксикация, в коме был Данечка, у него даже зрение потеряно было на 87 процентов. В общем, реабилитация была страшная, но мы это все пережили. И только Данечка начал как-то приходить в себя, ему становилось все лучше и лучше, и все было бы хорошо, если бы не вот этот смертельный вирус. Да, я понимаю чувства, но я очень прошу нас не выкидывать на улицу, не выписывать, потому что вот пока мы прописаны в этой квартире, мы, во-первых, мы имеем возможность быть прикрепленными к поликлинике, потому что там Данечка стоит на учете. Опять же, если даже мы сейчас окажемся на улице, у меня работа, там маленькая зарплата, и всю зарплату придется тратить на аренду жилья. Да, мы получаем пенсию по потере кормильца, но она полностью вся у нас уходит на лекарства для Данечки, потому что, если он их не будет принимать, может не прижиться, и будет отторжение почки. Я считаю, что если так случится, это будут, ну, просто зря, у нас все попытки помочь Диме, Димы с нами нету, мне тоже очень плохо от этого, но он старался, он любил его как своего. И вы понимаете, главное, что Даня, он бабушку, Татьяну Ивановну, он любит как свою родную бабушку. Он всегда ей готовил какие-то сюрпризы. Тут вот есть и дню рождения рисунки, и на 8 марта делал он ей подделки, и даже вот такой есть рисунок. Он нарисовал меня, бабушку, и себя. И вот они даже с бабушкой совсем рядом. Он ее называет Баба Таня, он ее очень любит. И вы понимаете, я тоже, я очень благодарна своей свекрови. Покажите рисунок, это же для нее сделано, отдайте рисунок из сон. Мне больно на это смотреть, потому что Данечка ее любит как родную. Дима его любил как родного сына. И Татьяна Ивановна, она одинокая женщина, она одна, и вот что случись, мы даже, если будем вместе жить, мы ее всегда скорую вызовем. Если она заболеет, мы будем за ней ухаживать, мы будем всегда рядом. Я очень прошу не рвать эту связь семейную. Это вы ее просите. Даже в память мужу просто для Димы. Пожалуйста. Подождите, подождите. Ну истец, вот посмотрите, ребенок, пусть не родной вам покроет, но внук ваш, он вас считает бабушкой. Больше у вас никого нет. Подумайте, вы же сейчас совершаете непоправимую вещь. Ваша честь, вы знаете, ну, пусть Даня мне не родной внук. Другого-то у вас уже не будет. Ну, раз мой сын считал его таковым, тогда мне, тогда я приму его волю. Вот это правильно. Я, наверное, отзову иск. Ваша честь. Давайте, я вас только должна, обязана переспросить. Вы отказываетесь от вашего иск? Да, я отзываю иск. И это правильно. Ведь Даня хороший ребенок. И Оля уже мне как родная дочь. Судо удаляется для вынесения определения. Далее в программе. А ребенок, значит, без папы должен расти, без бабушки должен расти, да? Так, у нас есть бабушка, то есть помоисты, у меня родители. Ну, а почему твоя бабушка нет, мама, а я не бабушка? Я такая же бабушка. Женщина решила родить ребенка для себя. Помочь согласился ее одноклассник с условием, что к нему не будет никаких претензий. Однако после рождения ребенка его мать заявила о своих правах на внука. Оказывается, ее покойный отец полковник в полиции. И то, что никто с этим делом разбираться не будет, и то, что его замнут. Неправильно припаркованная машина стала причиной смерти пожилого человека. Внук умершего отомстил автовладелица. Определение суда в соответствии с статьями 39-173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с отказом СССР от иска суд прекращает производство по делу. Суд разъясняет сторонам, что повторная подача иска по тем же основаниям и между теми же лицами невозможна. Суд принимает отказ исца от иска, так как это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы третьих лиц. Дело закрыто. Я погорячилась, подав исковое заявление и в память о своем сыне я буду жить с Олей и Данечкой в мире и согласием. Я очень благодарна Татьяне Ивановне. Я благодарна ей за все и за то, что она отозвала свой иск. Я надеюсь, что мы сейчас продолжим нашу счастливую жизнь и в память моего любимого мужа будем жить счастливо и хорошо. Если родители заняты только собой... Закончилась у них любовь, а вот обязательства, честь, совесть, эти понятия исчезли, любовь закончилась, а тут началась. Дети взрослеют раньше времени. Я, конечно, виноват. Я не справился с управлением, каток и влетел во враг. Но выход есть всегда. Независимо от того, кто кого обманул из родителей, ребенок от этого страдать не должен. Смотрите «Дела судебные. Битва за будущее». Он подарил скутер. 14 лет сыну. Ты башкой своей думал, что даришь. Чтобы знать, что делать. Истец требует не чинить ей препятствий в общении с внуком. Просит определить порядок общения с ребенком. Ответчик против общения ее сына с матерью биологического отца. Слушаем вас, истец. Меня зовут Голованова Раиса Федоровна. Ответчик Денисова Инна Юрьевна, мать моего трехмесячного внука Денисова Максима Вадимовича. Мой сын Голованов Вадим Борисович является ребенком, ой, отцом моего внука. Вот, пожалуйста, у меня есть копия свидетельства о рождении. зарегистрировано 22 октября 22 года в Матичинском ЗАГСе. Родители ребенка вместе не проживают из-за неприязненных отношений. Что у них там произошло, я не знаю. Ваша честь у нас вообще не было отношений. И поэтому они не дают мне общаться, мне нет возможности общаться со своим внуком. Я прошу, прошу суд, чтобы он обязал ответчика не чинить мне препятствий в общении с моим внуком. И определил мне график общения с внуком вот таким образом. Первое, третье воскресенье каждого месяца с 10 до 8, две недели в летний период и пять дней в новогодние праздники. Естественно, по предварительному согласованию и в местах подходящих для совместного времяпрепровождения. Вот. Также я бы хотела, чтобы суд обязал ответчика, чтобы она извещала меня о времени и месте нахождения моего внука, потому что я как бабушка имею право знать. Да, законная бабушка. Да, GPS может быть остановить моего ребенка. Законная бабушка. Знать, где находится мой внук. И если это будет, значит, происходить без мамы наше общение, то я хотела бы, чтобы суд обязал ему нам, значит, давать необходимые вещи, это как питание, детская бутылочка, вещи, и лекарственные препараты, чтобы потом не говорили про меня, что я что-то ребенку, какие-то претензии, что я не то что-то подсунула. Хотя я ребенку, конечно, своему внуку никаких зла не принесу. Уважаемый в общем-то, я готова и с мамой встречаться, просто она меня не подпускает даже в коляске. подожди, она не хочет с вами общаться. Почему она должна вас терпеть с 10 до 8 вечера в своем доме? Ну, час еще. Ну, она кормит грудью, непонятно? Вы как представляете себе это общение? Или летом вы забираете ребенка на две недели? Я не понимаю. Как вы представляете, она должна с вами ехать? Ну, может быть, я тут, конечно, немного погорячилась, но все-таки я бы хотела, чтобы у меня была возможность видеть своего внука. Хорошо. Вы знаете, я в школе отработала, кстати, Иина была моей ученицей. А вы самый вредный нашей учительнице. Может быть, она потому и хочет... Прямо породниться самой вредной учительнице. я не собиралась. Ваша честь, кстати, родниться. Моему сыну ваша честь 30 лет. Я уже год как на пенсии, кстати, вот мой приказ выписка. Давайте, передайте все документы, передайте через приставы. Давайте, я сама разберусь, что нам нужно. Так, вот это график, который вы хотите. Это график, там приказ, да. Малореальный, да? Вы знаете, это Ваша честь, моему сыну 30 лет. У него как-то, да, не складывались долгое время. Почему интересно? Отношения с девушками. И когда Иина появилась, я уже даже не чаяла внуков дождаться, но когда появилась Иина, вы знаете, я была так рада. Да я вообще нигде не появилась, не перебивай, пожалуйста. А когда я узнала, что она беременна, я просто была на седьмом небе от счастья. Во-первых, сын ее встретил с цветами, они пошли в ЗАГ, зарегистрировали ребенка. Ну, естественно, что я могла подумать? Естественно, а потом вдруг, когда ее выписали из роддома, она опять пропала, и она мне даже коляски не допускает. Так вы залетаете, как сумасшедшая. Подожди, пожалуйста, я имею право, я хочу видеть свое многое. А когда мать была беременна, вы хоть чем-то помогли? Ну, во-первых, мы поздно узнали, что она беременная, поздно узнали, да. Вы поздно узнали. А Вадим знал, и вообще мы договаривались, Ваша честь, на определенные условия. Ну, хорошо, ладно, я не знаю, что у вас там случилось, но просто на сегодняшний момент, я считаю, что... На сегодняшний момент бабушка хочет общаться с внуком. Как к этому опеку относится? Ваша честь, мы побеседовали с отцом трехмесячного ребенка, Головановым Вадимом. Он, лично он, категорически не хочет общаться с ребенком, ему все равно. У них там был какой-то договор с мамой, и они условия выполнили, свой договор. То, что касается бабушки, он сказал, что он не имеет права ей противоречить. Она взрослая женщина. Он не имеет права, это правда. Она решает все, как она хочет. Он не может ей сказать ни да, ни нет, его это дело не касается. Главное, чтобы не трогали его. Собственно говоря, мы не против, чтобы Раиса Федоровна общалась, но ваша честь. Да, она педагог, 40-летним стажем, она вреда ребенку не принесет никакого. Но ваша честь, вы же сами понимаете, вот только что говорили, что пятидневка, шесть часов в день, да еще куда-то уехать. Это нереально, ребенку три месяца. Это вопрос далекого будущего. Да, да, да. Мы предлагаем график общения два часа в неделю во время удобной матери ребенка. Спасибо. По согласованию с матерью. А то, что вот предложила бабушка Раиса Федоровна, ну, это где-то, когда ребенку будет три-четыре года, тогда мы можем вернуться к этой теме. А пока что нет. Ребенок на грудном скармливании. Все остальное нереально. Ну, конечно, может, она его до года будет кормить, или для полутора. Сейчас модно, сейчас чуть не до трех кормят. Да. Да. Хорошо, теперь я вас слушаю. Вниматель. Да, здравствуйте, ваша честь. Меня зовут Денисова Инна Юрьевна. Я, собственно говоря, вообще совершенно против, чтобы бабушка на своих условиях общалась. Да я, если честно, я вообще против общения, потому что у нас такие условия были с Вадимом, ну, с отцом, да, что бабушка, она вообще не бабушка, по факту. И я совершила, конечно, такую глупость, оплошность. В общем, с чего это все началось? У меня там было два брака. В общем-то, с мужчинами с этими рожать детей я не хотела, а детей хотела. Ну, и как-то вот взбрела мне такая мысль в голову о том, что сейчас так очень модно делать, ну, просто рожать для себя и как бы никого никого не обременять никем и ничем и, собственно, наслаждаться своим материнством. Ну, деньги на эти цели у меня были выделены, но я что-то потом села, подумала, думаю, может, в ребенка стоит вложить, да, эти деньги. Вот с Вадимом мы учились вместе. Он такой по всем генетическим моментам мне подходил. Ну, и мы как-то так договорились. Я видела, что дети его очень долго еще не будут интересовать. Может быть, благодаря, кстати, своей маме, да, и воспитанию. Может быть, еще каким-то фактором. Ну, он мне очень подошел. Мы с ним договорились, родила я ребенка, все, выписывает меня из роддома, и тут я маленько была в шоке. Букеты цветов у порога, там, дал деньги медсестрам, какая-то невиданная щедрость. Я говорю, Вадим, что случилось? А он мне говорит, чтобы тебе было не стремно перед врачами, что тебя никто не встретил. Я говорю, слушай, мне, собственно, и не стремно и так было бы, но... Тем более в наши дни. Что, 19-й век, что ли? Да, совершенно все равно. Но я прониклась в тот момент таким поступком, жестом, хотя условия были обговорены, да, и он даже мне сказал такую фразу, говорит, слушай, если тебя перемкнет, ничего, кроме малюсеньких алиментов, ты там не будешь, ну, да, вообще получать. Меня это очень устроило. Ну, и на этих всех радостях говорит, давай запишем отцом меня. Ну, все-таки вот что-то пустая графа, как-то непонятно, ну, вдруг, а может что? Ну, и я говорю, ну, и давай, как-то вот, и пошли, и записали, и ничего больше мы вообще не хотели. Но еще, когда я лежала в роддоме, я им отправила фотографию, собственно, это и была роковая моя ошибка. Бабушка залезла в телефон, нашла эту фотографию, увидела, что она счастливый обладатель моего ребенка, хотя это совершенно не так. Да, я была счастлива. Оплошность, значит, фотку, оплошность, загсходила, записала, вот прямо игрушечки какие-то. так случилось. Да, я обрадовалась, я готова всю себя посетить этому ребенку, готова. Это моя, причем, учительница, да, еще с моей скамьи, и это была, я говорю, самая такая дотошная, очень такая душная даже где-то местами учительница. И я, когда увидела вот эти смс первые, когда я увидела, как подлетает человек в моей коляске, это был шок. Да я от счастья подлетела, а ты прямо на меня как мегера кинулась. Да, кинулась, просто ваша честь. Как будто бы какая-то к тебе подошла. Я объясню, в чем причина, да, я сразу к Вадиму с вопросами, а он мне говорит, слушай, я вообще ничего не говорил, вот случайно телефон, увидела бабушка, я случайно. Мама случайно в телефоне. ребенок случайно. Ну, такая мама, что она может залезть. без папы должен расти, без бабушки должен расти, да? Так у нас есть бабушка, то есть по моей стороне родители. Ну, а почему твоя бабушка не говорит маму, а я не бабушка? Я такая же бабушка. Послушайте, помолчите, женщины. Дайте суду хоть, пожалуйста, можно слово молвить? Рано или поздно ваш ребенок спросит вас, кто мой папа? Да. И в этом смысле вы в идеальном положении. У вас папа есть? И с другой стороны, он на ребенка не претендует, и так что у вас с ним никаких конфликтов ни по поводу воспитания, ни образования, ничего вроде не будет. Что плохого в бабушке лишней? Ну, что плохого? Ну, я бы хотела бы... Чем больше любви у ребенка, чем больших сторон, тем лучше. Ну, вот график, когда я увидела график, когда может быть... Никакого такого графика не будет. Ну, может быть, да. Я согласна. Понимаете, если отец, конечно, начнет претендовать, у него может быть и больший график, у отца. Но это уж я ничего не могу сделать. Это вы пошли и записали его отцом. Поэтому тут в чистом виде ваша вина. И слава богу. Ну, может, так все и к лучшему. Ну, может, так все... Опека тоже вас поддерживает, говорит, график нереальный. Ну, хорошо, ну, да, она ваша учительница, у вас на нее школьная, так сказать, школьная неприятность. Например, до 10-го класса вот такая же 4-я была. Можно я договорю? Ну, не важно, кто какой был. Важно, чтобы сейчас вы шли на какие-то компромиссы. Я согласна. Ради ребенка. На какие-то компромиссы. Правильно? Заключение ваше передайте мне, опека. Сейчас. Так, и вы мне свидетельство о рождении. Передайте. Да, и суд удаляется для вынесения решения. Но я полагаю, что вы способны и сами в дальнейшем будете договориться. Я же вижу, что вы всеразумная женщина. Удаляется для вынесения решения. Далее в программе. Оказывается, ее покойный отец полковник полиции. И то, что никто с этим делом разбираться не будет, и то, что его замнут. Из-за неправильно припаркованной у подъезда машины медики не успели спасти пенсионера. И внук отомстил владелица автомобиля за смерть дедушки. Из голова Набирайса Федоровна ничтение и препятствия в общении с трехмесячным внуком Денисом Максимом Вадимовичем в определении порядка общения с ребенком удовлетворить частично. Определить следующий порядок общения бабушки с внуком. Один раз в неделю бабушка может взять ребенка на прогулку на два часа. День определяется в согласовании с матерью ребенка с учетом состояния здоровья ребенка и его распорядка дня. Прошу садиться. Сейчас два, потом помочь. Конечно, тот порядок, который просила бабушка в настоящее время не осуществим. Поэтому суд солидарен с опекой, что когда будет три-четыре года, сможете пересмотреть. И сможете не ходить. А сейчас пусть бабушка гуляет два часа в неделю. Или у вас побудет, а вы уйдете куда-нибудь. Например, вам же тоже может хотеться куда-нибудь удалиться. В другую комнату. Ну, почему? У вас же может хотеться пойти с подругами встретиться. Ну, я не знаю. Бабушка вас отпустит. Но суд уверен, что через три-четыре года и надеется очень на то, что вы не явитесь снова в суд, а решите это обычным соглашением, которое заключите у нотариуса. И все. Дело закрыто. Я хочу сказать, что прежде чем использовать моего сына как генетический материал для рождения для своего ребенка, то надо было подумать и о правах родной бабушки. Суд определил нам два часа общения. Это, конечно, мало, но хорошо. Я очень рада. Я, конечно, бабушку своего сына помню, как свою училку. Если она такой останется, то кранты моему ребенку. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. С беременными не разводят. Я на третьем месяце беременностью. Опять? Если благополучие ваших детей под угрозой... Макароны в горячую кидают или в холодную? Горячую. Если семейный скандал вот-вот превратится в развод... Да я не могу с тобой больше жить. Не надо, катись. Обращайтесь в нашу юридическую консультацию. Есть закон. Помимо ваших желаний есть закон. Это бесплатно. истец требует компенсировать материальный ущерб. Ответчик иск не признает. Подает встречный иск о компенсации морального вреда. Слушаем исца первоначальную мысль. Уважаемый суд. Вы помолчите. Вы помолчите, сейчас я говорю. Говорите. Малолетний бандит. Малолетний бандит. Совершенно цинично, хладнокровно. Посреди бела дня кухонным ножом поездил все четыре шины у моего нового внедорожника. Я, естественно, первое, что я сделала, я пошла в милицию, да? Я подала заявление. И как вы думаете, как полиция отреагировала? Они меня штрафовали за то, что я припарковалась в якобы неположенном месте. А вы припарковались в неположенном месте? А где мне было парковаться? Я всегда там паркуюсь. С одной стороны сугроб, с другой стороны сугроб. Послушайте, подождите. Подождите. Я прекрасно знаю проблемы с парковками в этом городе. Вот-вот, вы же знаете, невозможно просто. Но это не значит, что можно припарковаться посреди Красной площади, например. Нет, но вы тоже сравните соизмеримость, да? Одно дело неправильная парковка, другое дело полностью поездленные шины. И жизнь человека. Я подала заявление. Я подала заявление, соответственно. Полиция, ну, они меня штрафовали. Ладно, бог с ними, что они меня штрафовали. Но они не стали работать по моему заявлению. И что мне пришлось сделать? Конечно, мне пришлось разбираться самостоятельно. Я запросила видео с камер наблюдения соседнего подъезда, где абсолютно отчетливо видно, как этот малолетний преступник, ее сын, режет шины моего автомобиля. Не оскорблять моего сына. Не оскорблять моего сына. А кто он преступник? И все, имеем ему место. Режет шины моего автомобиля. Вот, пожалуйста. Давайте мне эти фотографии. Да, пожалуйста. Тут абсолютно все четко видно, я все увеличила. Значит, я с этими фотографиями вернулась в полицию. Где мне в очередной раз? Сказали, да-да, мы будем разбираться в вашем деле. И отправили меня в освоясь. Я поняла, что в полиции мне помогать вообще не собираются. Потому что они вообще не работают, это слово совсем. Как и наши ЖКХ, между прочим, которые сугробы не чистят. Мне приходится в сугробе парковаться. Не в сугробе, а на дороге вам приходится парковаться. А где там? С одной стороны сугроб, с другой стороны сугроб. В сугробе лучше парковались. В сугробе лучше парковались. Вообще ЖКХ разбирайтесь, а не со мной. И я пришла к этой женщине. Соответственно, я ей показала, предоставила все доказательства, что ее сын поездил с шиной моего автомобиля. На что она мне сказала, что, мол, я купила права. Что, мол, я не умею парковаться. И, в общем, меня, соответственно, послала в освоясь. Правильно сделала. Оказывается, ее покойный отец полковник полиции. О чем мне сообщили соседи. И то, что никто с этим делом разбираться не будет. И то, что его замнут. Потому что у нее там везде связи и подвязки. Поняла вас. Слушаю ответчика. Ваша честь. Я иск не признаю, естественно. И требую моральную компенсацию. Потому что по вине... Это не естественно. Это просто вы не признаете. Я вам расскажу, что было. По вине этой женщины умер мой отец. Сейчас я вам расскажу. Ой, какие громкие заявления. По вине этой женщины отец умер. Можно я расскажу? Какие заявления здесь делать, а какие не делать, решаю я. Если я сочту ее заявления неправильными, я ее пресеку. Я же не пресекала, когда вы обзывали ребенка бандитом. Хотя должна была бы пресечь. Но я уж решила, я вас выслушаю. Так что стойте и молчите. Так она ведет себя всегда и со всеми. Вот план нашего двора. Наш дом находится немного в глубине двора. Здесь все заметено сугробами. Летом здесь цветник, а сейчас это все заметено сугробами. Вот здесь дорога около 40 метров. Данная мадам всегда паркует свою машину вот так. Всегда. То есть в конце дорожки? Да, прямо возле подъезда. Вот здесь стоит ее машина. В этот раз, этим вечером, она не смогла, наверное, подъехать ближе. И припарковала немного поодаль. Но на дороге... Вот вы видите, везде сугробы. Везде сугробы. Если она паркует свою машину вот здесь, обойти ее машину невозможно. То есть можно пролезть, боком как-нибудь пройти. То есть даже пешком не обойти. Да, очень сложно. Пройти можно через сугроб, перепрыгнуть, но пройти можно. В этот вечер моему отцу стало плохо. У него сердечный приступ. Я вызвала скорую, но скорая не смогла проехать, естественно, к дому. Она остановилась позади вот этой машины. Они обошли машину, пришли, осмотрели отца. Он уже был без сознания. Они сказали, что ему нужна срочная госпитализация. Они погрузили его на носилки. Естественно, на носилках здесь обойти невозможно. Мой сын... Так, вы эти фотографии мне тоже передайте, пожалуйста. Я могу оставить тогда себе, чтобы было понятно, где остановился? Так она паркуется всегда. Тут и обойти-то с трудом можно. А с носилками это просто невозможно. Мой сын руками пробовал выгребать эти сугробы, чтобы смогли пройти санитары. Спасибо санитарам, что один из них нырнул в этот сугроб и просто протащили эти носилки. Вы понимаете, у него сердечный приступ. Носилки трясутся. Они на руках, на вытянутых тащат эти носилки. Они дотащили до скорой помощи. Как только его погрузили в карету скорой помощи, он скончался. На глазах у моего сына. И поэтому, только поэтому я требую материальную компенсацию в 100 тысяч рублей, потому что мой сын увидел, как его любимый дедушка умер из-за какой-то машины. Что такое машина и что такое жизнь человека? У меня есть объяснение бригады скорой помощи, в которой они прописывают, почему они задержались, что они несли его на руках, то есть через сугробы. И что, скорее всего, это стало фатальное. Потеря вот этого времени. И также мы вызвали сотрудников полиции, которые зафиксировали, что она была припаркована в неположенном месте. Мой сын может подробнее рассказать, как все произошло. Угу. Поэтому он взрослый парень, он может нести ответственно за свои поступки. Естественно, я этого... Если бы знала, что он и так поступит, естественно, я это не поощряю. Но, наверное, я бы сделала еще раз то же самое. Понимаю вас. Прошу, позовите, пожалуйста, свидетеля. Совершеннолетний водитель. Здравствуй, представься, пожалуйста. Егоров Алексей. Угу. Слушаем тебя внимательно. Ну, в тот вечер я был немножко не в себе, когда порезал шины. Угу. Дедушка был мне очень близким человеком. Я его всегда любил. Один раз он мне рассказал историю, как он десять лет потратил на то, чтобы найти преступника, убившего его друга. Угу. Он его нашел, и убийцу посадили в тюрьму. Правда, осталась на стороне от моего дедушки? Вот в тот вечер у него случился сердечный приступ, и я прям расстроился. Сразу вызвали скорую. Скорая приехала. Ну, вот не смогла подъехать из-за этой машины. Еле-еле как-то там прошли санитары. И после этого смотрели дедушку, сказали, его надо срочно отнести в скорую помощь. В скорую помощь. Еле-еле пытались его протащить рядом с машиной. Вот я сначала пытался как-то носилки поднять, меня прогнали. Потом снег руками разгребал, меня тоже прогнали. А когда его отнесли в карету скорой помощи, он уже, к сожалению, скончался. И всему виной эта машина, как сказал доктор. Вот пока мама разговаривала с врачами, я сбегал домой за кухонным ножом и перерезал шины в каком-то очень нервном состоянии. Ну, это было вообще просто. Я так расстроился. Ну, еще бы. Ну, и вот еще я болезал шины, потому что каждый день другие жильцы этого района говорили, хватит ставить здесь машину. А если что-то случится, здесь не смогут проехать. Ну, если пожар, например, так пожарные не смогут проехать. Ну, да. Да, и пожарные не смогут проехать. Она говорит, мы вам шины порежем, говорили некоторые. А она отвечала, а если вы мне порежете шины, я позову своих людей, и они вам голову свернут. Ой, ну, между прочим, не надо. Вот не надо. Ничего такого я, во-первых, не говорила. Во-вторых, вот вам чистосердечное признание. Все равно было на всех всегда вам. А никто не отрицал. Сколько раз говорили. Никто не отрицал, да, что он порезал шины. В состоянии сильного душевного волнения, прошу заметить. Вы когда ставили машину... Слушайте, надо сугробы расчищать. Ну, расчищайте сугробы для машины. А здесь ЖКХ, а не со мной. Надо сугробы расчищать. Этим могли заняться вы сами. Что вы на нее-то киваете? Вы в этом же доме живете? Ага, я должна с лопатой там стоять и сугробы чистить. Вы не должны с лопатой, но вы должны тогда требовать, чтобы разгребли сугробы. Я не раз обращалась, всем плевать. А полиция, ЖКХ, всем все равно. Сами разгребите свои сугробы. Поэтому жина надо ездить, да? Поэтому надо ставить, не хочу. А человека подвергать смертельной опасности надо? А если пожар начнется, надо? Вы же в этом же доме живете, ваш дом сгорит из-за вас. Слушай, да я так всю жизнь паркую, всю жизнь. Никогда проблем не было никаких. Вот поэтому и наступило это. Как всегда, проблемы бывают когда-нибудь в первый раз. Вы не понимаете? А если бы к вашему отцу приехала скорая? Ну, ко мне, когда не приезжал, первый раз такой вообще. Суд удаляется для вынесения решения. Иск Строева Илана Александровна о компенсации материального ущерба в размере 20 тысяч рублей удовлетворить частично. Взыскать с ответчика 10 тысяч рублей. Встречный иск Егоровой Софьи Федоровны о компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей удовлетворить. Прошу садиться. Суд считает, что те страдания, которые претерпела истец и ее несовершеннолетний ребенок, когда они не могли с носилками пробраться в скорой помощи, в случае при этом, когда от этого зависела жизнь близкого им человека, заслуживает компенсации. И поэтому суд этот иск удовлетворяет. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Встречный иск удовлетворить. Я просто в шоке. То есть мне причинили ущерб, а я еще должна выплачивать 90 тысяч теперь? Вообще надо уезжать из этого дома, от этих жильцов подальше. Вообще из этой страны. Конечно, наши моральные страдания не оценить в 100 тысяч рублей. Но хотя бы это может научит ее чему-нибудь. Да и ты, сынок, кто проучил ее. Да, я буду скучать по дедушке, но я все равно стояла его честь. Когда отец отказывается от ребенка. Ну вы-то отец родной. Неужели не хотите хоть чем-то просто помочь дочке? Если дочь беременна в 15. Она как только родила, она говорит, давай его спрячем под диван, чтобы папа не видел. И понятно, что ребенок в беде. От того, что вам изменял муж, вы хотели убить своего ребенка. Судья Алиса Турова решит все проблемы. И общаться с матерью он будет. Да вы можете его заставить? Я могу. А я нет. А я могу. По закону любви и справедливости. Хотим остаться жить с папой. И просим вас оставить нас у него. Дела судебные. Битва за будущее. На нашем телеканале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok